Сегодня Международный день музеев. Новгородский музей-заповедник отметил дату презентации нового путеводителя по витославлицам. Он знакомит с царством деревянного зодчества в игровой форме. Путеводитель по витославлицам это продолжение выпущенного год назад гида по объектам Новгородского музея-заповедника и его филиалам в области. Идея создать проводник объясняется огромным интересом к витославлицам со стороны самих новгородцев и гостей города. Издание рассчитано как на взрослую аудиторию, так и на детей, и поэтому имеет довольно необычный формат. Это путеводитель-игра. Игра-путеводитель в форме квеста. Внутри содержится масса заданий, которые вместе с родителями, ребенок, учащийся, должен выполнить по мере того, как он знакомится с экспозицией, с памятниками, с храмами, с избами музея деревянного зодчества. Еще одна отличительная черта этого путеводителя – его оформление. Здесь витославлицы представлены не как обычно на фотографиях, а в рисунках. Передать ту неповторимую сказочную атмосферу, царящую в музее деревянного зодчества, постаралась петербургский иллюстратор Анна Апарина. Для нее эти избы и церкви не чужие. Она родилась и провела детство в Великом Новгороде. Все создавалось конкретно к путеводителю, но там очень много того, что я всегда хотела нарисовать, именно касательно витославлиц, потому что мне там нравится, я давно этой темой интересуюсь, и тут получила такой шанс реализовать свои такие какие-то мечты в плане рисования. Для меня витославлицы, они как-то со сказками ассоциировались всегда из-за избушек, из-за таких неординарных в данной действительности. Тираж книги всего 3000 экземпляров. Часть их в ходе презентации была передана в городские библиотеки, а оставшиеся копии путеводителя с сегодняшнего дня можно приобрести в сувенирных салонах музея-заповедника. Максим Широковских, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение.